Практически все мужчины из рода Кадыровых, от 18 до 45 лет, как и полагается настоящим защитникам и воинам, ведут борьбу с бандировцами, националистами и шайтанами в зоне. Кадыров заявляет, что почти все мужчины из их рода от 18 до 45 лет поехали на их джихад. Заявление это он сделал, показав с Украины какого-то своего родственника. Видимо, Кадыров считает своим родственником только одного человека. Хамзат Кадыров, племянник Кадырова, например, стоял в полном обмундировании на недавнем спектакле. Ему лет 25, он сейчас, вроде бы, формально возглавляет чеченцемент. Так почему он не отправился на Кадыровский «джихад», бросив золотые дворцы, дорогие иномарки и роскошную жизнь? Почему он не на Кадыровском «джихаде»? Хас Магомед Кадыров, являющийся мэром Грозного, также засветился на свежем видео с резиденции Кадырова. Почему-то он тоже не бросил должность и роскошную жизнь ради того, чтобы попасть в рай Кахмату. Интересно, да? В итоге мы получаем, что как раз почти все представители рода Кадыровых отсиживаются в золотых дворцах, пока в Украине идет, объявленный им, «джихад». Вместо этого они за деньги посылают туда наркоманов и зэков. Возможно, что мы ошибаемся, и все эти представители рода Кадыровых недавно сменили пол, поэтому Кадыров их уже не считает мужчинами призывного возраста. А ведь мы еще не упомянули близких родственников Кадырова, таких, как Черхиговы и Закриевы, сыновья его сестер. Их опустим, так как они не носят фамилию Кадырова, но все же вопрос остается открытым. Так почему род Кадыровых в полном составе не поехал на кадыровский «джихад»? Получается, вы любите «золотые дворцы» и роскошную жизнь больше, чем желаете рая и встречи с Ахматом. Как-то не сходится со всем, что вы говорили до этого.